у меня на безмолвно есть 18 возвышение давай 18 меня устраивает можем какое-то другое вполне себе нормально 18 окей так как мы это сделаем давай тогда ты так я должен тебе кинуть мульти трансляцию сперва чтобы зрители могли смотреть кто там докуда дошел переключаться между нами давай сделаем ты мне подскажи как ее принять и все дела приглашение отправлено где-то у тебя должно быть уведомление клик клик так начать мульти трансляцию по идее все теперь люди могут переключаться между тобой мной смотреть кто халтурит кто читерит кто подрубает программки разные парики на план провалился моя артмани артмани вали сейчас пользуется артмани я пользуюсь а чё она ее больше нету что да нет вроде есть так установить зерно нам нужно одинаковое я предлагаю что нам тупое нам нужно чтобы кто-то один начал я думаю и 2 зерно поставит то есть кликни в путь а можно же просто свой кастомные придумать из головы можно и не знаю что там буквы цифры нужны или сколько сейчас погоди попробую попробуй а я поставил сид максимальное количество троек потому что 3 мое любимое число кей пробуем подтвердить я читал недавно статью про слазе спайры типа элемент случайности все такое если тут вообще типа непроходимые сиды в общем там как итог таких ситуаций ну практически не существует там рассматривали на примере безмолвной то что ей за несколько файтов до элиты не выпало нормальных атакующих карт и в итоге битва с лаговолином происходило чисто на дефолтной деке и с тем количеством хп которая при любом раскладе остается она не могла выиграть этот файт вообще никак вот но там такая вероятность была то что это вам ну просто произойти не может потому что но то элиты тебе что-то должно выпасть но не надо идти на элиту либо да либо просто не стоит идти на элиту иди на элиту так что я надеюсь 3333333 будет хорошимся дом отлично чат вы не видите больше моя камера закрывает носит 3333333 может с нами поиграть у нас ограничения по времени никакого нет или или как не давай не будем сидим короче чилим балдеем проходим да я думаю что так лучше всего мы тогда наверное замьютим друг друга да чтобы мы анализировали как-то или что или мы вместе садим так будет неинтересно то есть мы будем вместе сидеть и долтать давать давать друг другу подсказки вредные понял вред вредные советы ну чё в путь сейчас погоди я попрошу модераторов чтобы они сделали ставку на спорт там спрашивали у меня зрители будут ли ставка на победу варлока или меня ставки на спорт как всегда ставки проходит на канале я пару раз сделал и потом я заметил то что экономика рухнула просто моментально у меня начали заказывать награды которые никто не заказывал да так а я готов нажимать я готов 1 2 333333333 главное твич мод отключить иначе это будет невозможно я у нас есть элитка на шару есть надо смотреть нету что у тебя за хит такой без элитки на шару а видишь какая заманчивая элитка огненная стоит между двумя кострами там будет благоволен наверх надо подумать я смотрю на левый маршрут там 3 или ты подряд о минус забег слева наверное да я слева вижу минус забег не я рискнул я пойду на огненную я не боюсь ничего моя моя безмолвно не болит слаговолена я для интереса пойду по другому маршруту чтобы у нас не было одинаковых ситуаций и зрители кайфовали ты же выбрал стартовый бонус да ты взял замену стартовой реликвии нет я взял там черная звезда было что это очень сильно я бы предпочел четвертую энергию черная звезда такая интересная штука что вроде бы она что-то делает но не сразу потому что ну сама по себе сам по себе релик ничего не дает поэтому чтобы она себя хоть как-то отработала тебе нужно минимум двух элиток убить поэтому даже не знаю о вот что факт не знаю как все проиграют это за век но это прикольно чё там лут гоблина поймал что ли барлык тут такое происходит просто невероятные виды события это на левом пути ну да три боя подряд пошел короче гоблин прокнул который карты предлагаю тебе взять если угадаешь копии я туда три карты забрал себе как я не знаю три карты чисто ран у меня тоже гоблин прокнул ну ка ну ка ну ка клик клик мимо есть одна карта есть это я не буду брать это проклятье я две карты забрал гоблина у него то брал обезвредить и рывок надо было подготовиться и карту сильную в дырке в стене оставить у меня кстати этот ивент не прокал тысячу лет уже да у тебя тоже он очень редко но я его я его редко использую потому что ну стараюсь как бы рандомные карты не брать в колоду я причем когда этот ивент только добавили добавил туда карту которая на безмолвно нужно скинуть три карты чтобы получить две энергии и у меня ни разу не было ситуации чтобы эта карта мне была нужна поэтому даже когда ивент прокает и такой посмотрел на нее ну ладно заменять не буду я для этим ивентом который карту прятать нами ни разу не пользовался я туда как положил тысячу лет назад защиту дефекта или удар дефекта что такое там вылежит так у меня тут магазин есть а у тебя магазина там не туда знаете бы еще насколько мы друг от друга далеко я готовлюсь к первой огненной ритке учет меня страшно я как бы есть карты знаешь что я буду пусси я куплю зелья фул пусси билд никакого я купил зелье потому что я очень не хочу очень очень не хочу упасть здесь и сейчас на первой ритке это было бы это был бы впечатляющий показатель 1000 1100 часов спайра и на первой ритке пасть естественно естественно это гремлин кто еще это может у меня тоже был гремлин это было очень сложно кто бы еще здесь кроме кремли нам плен мог прийти ты в слайзи спайр начал играть когда она релизнулась сразу или еще в бетке я что самом раннем доступе ты тот же в самом раннем доступе играл тогда еще когда она только-только-только появилась она тогда была очень другая прямо сильно отличалась от того что сейчас в слайзи спайре там было очень много других карты по-другому работали у безмолвной тогда еще была безмолвная тогда было ее облик что-то другое делал я не могу вспомнить что он при получении защиты наносил случайному врагу урон то же самое что сейчас у латника да прикольно это кстати неплохо работало потому что безмолвная много откуда получает защиту ну так-то да наверное может быть поэтому его пофиксили ну хотя и хотя сейчас облик безмолвная он на на самый сильный облик потому что их можно любое количество в колоду набирать как бы если взял один можно еще 10 взять чем больше тем лучше лучше будет поэтому возможно и наоборот его усилили сложно так но я гремлина победил гремлин был побежден теперь я думаю теперь у меня full жадность активирована я теперь хочу на еще одну элитку пойти и пошел путь на трех или так или нет у меня апгрейд нужен теперь есть как-нибудь мандраж мандраж до смысле ну страшновато так нет напряженно ну есть немножко я нервничаю я тоже я сижу я думаю какую карту про апгрейдите себя просто играл я бы сейчас делал клик-клик-клик-клик-клик-клик-клик я таки и делаю клик-клик-клик-клик если честно я наоборот виск ну и не знаю чего про апгрейдить про апгрейджу хищника он большой хороший урона много наносит ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй что я нашел я нашел свиток ниндзя неплохо я теперь у меня есть заточки о лаговолен тот самый так лаговолен сейчас блин пророчества сейчас пророчества сбудется как будет минус где-то с безмолвное нет не позволил не согласен никаких минус безмолвных привет и джон как тебе новый рок-альбом группы 3 пире чего про какую отсылку на дороге дару вы говорите чат рок-альбом группы 3 пире скучках рэперы какая отсылка по-моему этот ролик экземпляр но за донатик спасибо спасибо всем кто сабл сляры то отсылка на дороге дару очень интересный йоу нунчаки поезд поезд для зелий кайпа кстати только о нем говорили барлык ты научился себя мутить нет нет чат не научился я научился но я не уверен что она у меня работает эта кнопка я кстати думаю мне конец чего все да нет еще жив думаю что мне конец как ты на каком пути сейчас по центру я уже на 8 а ты уже на боссе капец ты быстрый окей я нас притормаживаю сейчас сейчас я потороплюсь не 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 стоит стоит конечно играть так как тебе нормально там страшно дальше страшно босс это л этот лорд ромбиков но это такое местных местное название для него у нас он в принципе этот самый наверно простой босс первого этажа но все равно опасный любой любой босс опасен чем не говорит что экземпляр это отсылка на дороге и они говорят что это плохое аниме я не шарю если честно я тоже не шарю и аниме тысячу лет не смотрел поэтому поэтому не знаю о чем сейчас смотрю дорора чего такое аниме похоже на секира очень сильно если честно на игру секира секира мне нравится секира я фанат большой я в него не играл совсем немножко когда секира вышел меня комп его не тянул но в принципе в теории он мне очень нравится я его смотрел прохождение прошел на твиче так сказать и то что я видел да мне очень понравилось там а ты проходил секира ну половину прошел и дропнул не дарк соус да да нет почему дарк соус вполне вот фанаты дарк соуса грешка не драк соус я не фанат дарк соуса говорю что это дарк соус все равно конечно понятное дело то что там боевка совсем другая более глубокая там более подвижная но вот наверное из-за того что это в большей степени дарк соус мне не зашло тебе дарк соус не зашел в принципе да но я проходил только первый дарк соус и в принципе нормально было когда я проходил первый дарк соус я бы не сказал то что я прям 6 кайфанул но было нормально я не скажу что я прямо вот я прошел первый дарк соус и меня не потянуло проходить остальные дарк соус у меня вот такая ситуация была первый дарк мне очень понравился мне знаешь что там в первом дарке понравилось мне понравилось как они сделаны уровни как уровне закручены и как они вот так что переходишь постоянно что это все одна большая карта нет я забыл русские прошу прощения это все вот первый дарк это огромная одна большая карта и она вся построена так что ты между локациями постоянно переходишь секретные проходы открываешь вот это вот меня больше всего впечатлило в первом дарке прямо очень впечатлило поэтому блин я перед боссом не полечился потому что жадный и что-то я теперь что-то я теперь того естественно едки испарения в последней руке потому потому что она у тебя тоже едки испарения жизнь боль от ну да ветки едка едка но метка босса сирелика мне не понравились абсолютно это худший сид в тройка мое любимое число это худший сид кто это придумал чат признавайтесь это вы чат подставил все плохо слушая ты не упал на первом бой сюда по моему я может и нет может меня облик призрака спасет меня есть облик призрака как раз мы про него говорили мне тоже я его про обгрейдил наверное не упаду сейчас узнаем вот в общем нет мне в dark souls именно вот это больше всего понравилось боевка боевка там прикольная но я не скажу что она прямо так уж хорошо хотя если посмотреть наверное лучше чем во многих других играх что не знаю какие еще есть такие экшены которые экшены с мечом которых очень-очень хорошая боевка чего лари наверное я не играл в чего лари мне почему-то фури в голове только а я в эту не играл фури это так где боссы до мазара ш большой такой что-то она мимо меня прошла но я думаю что я бы там наверное совсем совсем плохо бы себя чувствовал плане прохождение в ней все себя плохо чувствуют поначалу а потом в принципе нормально такая игра которая должна как бы ты играешь 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 потом какой-то момент раз и начинаешь играть хорошо да слушай у меня вот что-то такое было в скале ну я не тоже не скажу что я хорошо играю но я как-то просто вообще ужасно играл сливался на первом на втором бойсе на первом я слился раз пять наверное что довольно уникально я на первом бойсе падал-падал потом тоже самое на втором а потом в какой-то момент она кликнула и я вроде начал вроде начал чего-то проходить так что есть такие игры которые как-то вот механически я не знаю как это человеческий мозг так работает то есть он информацию накапливает 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 а потом так раз и всю эту информацию одновременно не знаю активирует что ли как как это сказать я за я замечал это во многих играх ты играешь плохо 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 а потом в какой-то момент вроде нормально мне руки вспотели варлок я уже на втором этаже вяжу не почему так у тебя тоже был молот слияние до привяков босса ты его взял да да ну а когда с него без энергии очень тяжело на втором этаже в спайре вообще тяжело меня бил такое то что без энергии вообще никак да ну у нас похоже должно быть у меня есть хищник рыбок да тоже парень да 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 походу сид работает в общем таким образом что мы ну да и даже если идем по разному пути награды похоже выпадают одинаковые заценить либо похожие может быть там с небольшими отличиями что-то такое я не знаю как сиды в спайре работают блин почему играет темнеет как я заворачиваюсь и дал ему хоть и котик спасибо большое за 100 рублей в принципе рейпер на последний альбом это реально такой уродск советую заценить но если мне кто-то еще на поле ледовый скинется может быть чек ну а то я могу забыть после стрима либо под конец стрима напомни либо либо как-то еще спасибо тебе большое за 200 рублей с комиссии фиолетовые духи это минус плохая карта минус плохая карта это очень-очень хорошо я наверно на втором этаже не буду даже на или так ходить чуть мне не нравится по моему у нас получилось недостаточно для или так сильная колода мне кажется что нам не стоит рисковать я боюсь я несколько напуган план такой я бы я буду обходить элиток меня будут трусом скают считают меня трусом оглушающий крик в магазине класс к духу что мне здесь больше ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой 3 вы смотрите на это нашел там такое ничего не нашел я оглушаюсь крик нашел я видел но брать не стал ну вот так вот бывает иногда он же хороший хороший у меня очень много защиты в колоде слишком много картинка бета-версии какая хорошая слишком много защиты это конечно страшно но это намного лучше чем слишком мало защиты защита интересный эффект в паре имеет когда ее слишком много ты страдаешь но если я мало то намного хуже другой стороны спайри интересно сделано механика базовая боев ты всегда 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 хочешь наносить много урона это вот такая штука которая мне конкретно в спаре очень нравится почти все бои грубо говоря дпс чеки блин а вот и свиток ниндзя только сейчас мне пришел как интересно так значит 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 релики тоже одинаковая но все еще сильно зависит от того на каком этапе они выпадают или что без а то есть ты тоже нашел свиток ниндзя хотя я этот свиток ниндзя взял еще на первом этаже в одном после первой элитке по моему но у меня черная звезда просто совпадение реликов действительно кстати наверно нам просто повезло и так совпало слушай не думаю всего эта фишка да понятное дело экземпляр у меня еще ртутные часы молот экземпляр свиток ниндзя нунчаки поезд для зелий вот пояса для зелий нет нунчаков нет они у меня идут сразу после свитка а дары ну лота у тебя есть нету а мне есть она на моем пути было меньше вопросиков думаю если я пойду и найду вопрос возможно мне выпадет возможно мне выпадет иван задар злота чем тебя забрал то вот в не поверишь релик кита которые 3 литы на один хит делает шара да вообще первый раз я про я иду где-то на середине сейчас второго этажа вроде пока идет все нормально но тут здесь решает облик призрака слюб безмолвно есть облик призрака она кайфует слюб лика призрака нету она такая и пора бежать вот и нинчаки вот точно но эти спалил контору ты теперь знаешь чуть и выпадать будет блин на был молчать надо было не полить теперь можешь план составить план по нинчаки погнали спалил пойдет по плану все по плану есть кстати хорошая которая позволяет холдить да есть да да отличная карта камера из мяса пакостный монстр цветок небось да я я узнал по твоей реакции на него про кого ты говоришь цветок козел абсолютный все по надо забанить за нарушение правил поведения в обществе взятким козлом быть то пытаюсь и карты разыгрывать тяжело очень тяжело карты разыгрывать думать что разумная одновременно говорите пытаться я поэтому ничего не говорю я просто нахрен молчу чат игнорит как говорят чат окей у нас нам нужно сфокусироваться на игре мы должны победить блин ну молод конечно все все портит абсолютно все портит молод без него никак но без него здесь было никак действительно ухты шичка но вот это уже к задней плохо уже не то грустно стало даже чуть приободрились погнали дальше чатик нет 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 вот это уже нет о мой бог вай лиза вай я живой тоже пока что я очень долго убивал жреца и этого рыцаря жесть как долго теперь я так понимаю что мы встретим замечательного цветка но я попробую воспользоваться развед данными которые выудил и пойду на элитку вместо этого или это наглость на элитку идти на данном этапе на она огромная на поступай так как считаешь нужным варлок а я считаю что они не нужно идти на пойду все в твоих руках все в своих руках и даже же я есть план есть планы я буду его придерживаться я придумал у меня две неуловимости в колоде я себе 40 блока нас так и они два хода будут переноситься и теперь мне конечно же будет приходить полные руки защиты конечно так из этого неплохо блин ну кстати колода работает не чёток на удивление да как ни странно мы на 18 воздушении ты нам все-таки твои троечки работают потому что нам пришли нам пришла рабочая колода основной что не всегда случается далеко не всегда но спаре спаре все персонажи так-то хорошо сбалансировал боясь для зерей вот это новость подумать что он придет ухты вот это конечно заманчиво но блин что-то мне подсказывает то что это за мануха черт побери слишком сложный выбор неуловимость и алхимия понимаешь пояс зелий алхимия но при этом у меня столько дефа и застывшее время то что неуловимость может быть очень хороша но алхимия это рандом алхимия это рандом и это весело алхимия это весело только хотел сказать ладно мы веселимся правильно конечно смеет обид к повеселит я если с книгой о ножах веселюсь тут тратил все свои крики все равно облик призрака лежит в колоде на стопке на 11 вытаскиваю шейк заход вытащу его или не кто не рискует действительно кто не рискует тот не пьет всю жизнь потом не заслуживает уважения она не делает свою самую сильную атаку какая она молодец не до ножах лучшая девочка я вытащила бы призрака мы победим мы выиграем на удивление на хорош на удивление блин нормальный билд ну что безмолвная ей тяжело играть и тяжело играть и ну конечно профессионалы типа дурца они на всех персонажах не постоянно выигрывать и я не понимаю как мне 1100 часов спаре и не знаю как например он это делает как он делает там виды стреки по 10 эти за спойлерю синяя свеча и королевская подушка неплохо конечно неплохо синяя свеча интересная вещь я не люблю очень проклятие потому что спайли ты начинаешь игру у тебя уже идет в колоде 56 проклятий то удары по большому счету они один как эти как проклятия поэтому да очень сложно принять решение добавить еще одну кстати в колоду когда тебе так много надо удалять но синий свечой можно принципе плюс когда свеча окутана тьмой и и пламя загорается само собой она в рифму я чувствую что кто-то нашел имбу нет я но бывает такое конечно ты на боссе да как ты быстро играешь как я медленно играю скорее всего все таки чат прав и я действительно стал медленнее со временем намного медленнее что я когда-то как на стриме мы то есть меня на youtube на ю тубе особенно писали типа и так медленно стал играть раньше так быстро играл и сейчас так медленно играешь я такой нет да ну это вам кажется я на стриме открыл свой старый видос для двухлетней давности включил его на стриме смотрю как он так быстро говорит не мог понять как он так быстро разговаривает и да я очень удивился что я действительно стал намного медленнее разговаривать со временем не знаю наверное это потому что я стримлю а не записываю видосы соответственно чем длиннее разговариваешь тем больше успеешь тем точнее больше будет идти стрим что-то такое может волосы скорость придавали дача правильно возможно он нет придется использовать зелье чтобы нанести культи 101 урона потому что его не добил и да большая беда все я сдох получилось я умер на боссе на боссе окей так моя задача тогда будет пройти босса мне до босса блин еще далеко вот черт сейчас это было супер close если бы кто босс то а это этот волшебник если бы я знал кое-что блин так я пошел смотри как ты играешь слушай ну как бы если хочешь мы можем закончить и за стартануть забег нет почему ты идешь на босса я смотрю как ты еще не на бойся даже приблизительно поэтому сейчас мне 10 тысяч за донатили погоди каждый день что-то такое происходит не привыкать вода бог 6 плачущий три хэдер синий ошибся ноликом сделает его ноунейма teach спасибо большое чувак это конечно безумно ты походу вместо того чтобы поинты поставить на на забег случайно поставил рубли спасибо большое тебе надо короче предложить еще один ран но чтобы мы друг друга не слышали потому что мне крайне привычно играть когда я не комментирую выбор карт мне кажется я мог получше этот забег реализовать блин алхимия конечно блин надо было сразу играть едкие испарения тогда типа был бы шанс мэйби плюс надо было с алхими что-то делать а как у варлока облик призрака прокачен я понял он наверное короче прокачал облик перед босс файтом потому что я на костре захилился перед босс файтом а он на костре не стал хилиться но кстати я на боссе в итоге даже жену хп не потерял там была возможность чуть более агрессивно сыграть но я помню то что за убийство босса без урона тоже дают бонусные очки но наверное пройдет у него вроде как все неплохо блин ну надо надо было едкие испарения сразу играть чё-то я тупанул и рвок у него прокачено там нормально кстати вточился в начале ребят было все неплохо до босса ну да конечно но колода кстати интересная была вот надо было я с обликом очень мало играл у меня опыта снимала поэтому я его васянский провязывал надо было похалдить еще надо было как минимум подумать о том то что из алхимии может выпасть с маленькой вероятностью артефакт если бы я сыграл артефакт а потом облик призрака то наверное я бы убил босса блин спасибо еще раз за 10 тысяч рублей это просто безумно конечно безумно и приятно и нажористо спасибо большое чувак так смотрим пока как варлок играет алё 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 о там кто-то рисомнулся на тебя варлок ура кто рисомнулся кто посмел какой-то я тич точно он офига у тебя алхимия в магазине и спасибо большое ти джой за подписку четыре месяца подряд спасибо ему спасибо ти джой и этот ты сломал донат не донат а эту сапку вылезло старое старое оповещение с енотом некромантом там должен быть король бобров но почему-то почему-то ты для старпёров старое оповещение ну я не знаю как это как ты это сделал но да как-то сломал я иду на босса уже вот прямо сейчас да я смотрю у тебя и нунчаки подогнаны под босса вообще все неплохо и нунчаки ну которые я сразу же провтыкал мастерски ну какая разница ау на базили силы выпить а потому что я как бы иду в последний бой здесь правильно угу угу то есть мне надо чисто босса завалить ну ты конечно можешь и дальше играть чтобы еще больше меня унизить но я сам себя уже унизил мне достаточно ну почему унизил слушай Slay the Spire для меня в любом случае это игра для получения фана потому что Slay the Spire один из немногих рогаликов где у меня количество удовольствия обычно не зависит от победы то есть 90 процентов самых-самых-самых-самых фановых забегов которые у нас были в Slay the Spire которые у меня были и про которые я помню это были забеги в которых я проиграл а не в которых я выиграл что очень-очень интересный такой эффект и именно поэтому мне нравится Slay the Spire что можно получить кучу удовольствия от игры при этом не выигрывая я думаю любая игра должна в первую очередь приносить удовольствие если ты не киберспортсмен какой-нибудь да потому что вот они там уже играют как бы на деньги там уже все серьезно хотя можно и на деньги играть и при этом кайфовать от игры я не знаю ну например профессиональные игроки в покер они получают удовольствие от покера или они однозначно конечно я думаю должны наверное это наверное к любому такому спорту должно относиться то есть ты играешь иначе ты не сможешь этим заниматься у тебя крыша съедет скорее всего или ты быстро там быстро сольешься что-нибудь такое потому что если ты игру как работу играешь игра тебе не нравится должно быть должно быть очень плохо просто катастрофически плохо террория с какой-то промежуток времени это была террория то есть ты прямо играл через силу да ну собственно я так долго не продержался потом я понял то что это неверный подход к ютубу и начал делать то что мне нравится в первую очередь а не аудитории и получается и на вас у меня то же самое с ганжином было в какой-то момент я понял что ну ганжин мне нравится как игра в принципе очень нравится один из лучших рогаликов я больше не хочу в него каждый день играть что-нибудь другое поиграть каждый день а не ганжин и соответственно да я тоже в какой-то момент решил что пора прекращать кстати наверное то что я тогда вовремя не остановился и не начал играть там новые игрушки пробовать экспериментировать наверное из-за этого я тогда на год практически на ютуб забил хотя я помню как ты пропадал кстати я для себя придумал конечно там другие какие-то типа там надо жизнь на лайте еще что-нибудь такое но наверное то что я вместо того чтобы как бы следовать за своими следовать за своим как оно называется я по-английски могу сказать по-русски не могу сказать по-английски я бы сказал типа follow my god у них такое выражение есть я не знаю на русском какая альтернатива так следовать за своим инстинктам ну должна быть победа он не может меня убить по идее там уже все ядик убьет его точно ну здесь зарешали как ни странно релики наверное я бы сказал я неправильно разыграл боссфайт если ты имеешь ввиду поверал вот эту вот ситуацию так ну слушай этот очень очень хороший забег на безмолвной отличный сид просто замечательный тройки кайфовая экземпляр затащил точно чат правильно говорит экземпляр мне убил как минимум одну элитку окей так я забег заканчиваю меняю вылазку чат спасибо вам всем огромное за донаты я их потом прочитаю если вы не против благодарю вас но я не настроил не настроил кнопку заглушения в дискорде так найс все я гифтанул сколько у тебя кстати очков не посмотрел а стоп я могу посмотреть в статистике история вылазок эмммм 764 нормально у меня 589 а потому что победа за боссы там за релики идут но за боссы кстати не так много дают по крайней мере за 1 босса мне 50 дали я в итоге не лутанул убийство босса без урона я думал получил спасибо тебе большое за подаренную подписку эээ ну нет это был это было условие договора так что тут благодарить не за что ты сломал это оповещение тоже оно высветилось 2 раза подряд как ты это делаешь а чем-то 2 раза высветилось не знаю сегодня день технических неполадок у меня видимо слушай прикольно сильнее а я предлагаю еще разок давай еще разок но этот я хотел предложить чтобы я все таки замучился потому что я могу сказать то что в данном ранее Мне было супер непривычно Я обычно, когда играю сам Сижу и комментирую каждую карту Которую там беру и все такое Поэтому я хочу попробовать в этот раз Чтобы В муте я сидел Слушай, давай, как тебе больше нравится Ну, думаю, для разнообразия нужно другой персонажа брать Давай, давай Слушай, буквально одну минуту Я быстренько в ванную комнату сбегаю Давай, хорошо? Сейчас я вернусь Да не, лимит по времени для Слезис Пайр Это не то Это игра не про скоростное прохождение, как ни крути Если посмотреть на чуваков, которые Ну, лучше всего играют Они играют долго, вдумчиво У них там по полтора часа забеги По два бывает даже Я думаю, Варлок в этот раз будет выбирать персонажа Но у нас Созерца еще, наверное, не особо круто Потому что у меня только на ней четвертое возвышение А вот среди вот этих парней Можно, конечно, вообще супер халяву предложить с Дейликом Но это, наверное, не так интересно будет Но в Дейлике, наверное, проще всего поинты фармить Я, правда, не помню все условия получения очков Че, мимки дайте? Поздновато, поздновато Есть типа очки за жирную колоду Есть очки за максимальное хп Очки за убийство без урона Есть крутой чел на ютубе Фрестпрайм, который гоняет 20-го завышения За час примерно стабилен Мне на него сапку подарили на твиче Джорпс сделал забег в 3,5 часа Там пот был жесткий Много таблиц в экселе Ну, Джорпс любит, как бы, нагнетать обстановку Панасомик, спасибо за битсы большое Оскар, это ты? Это настоящий Оскар Лайф? Я здесь Варлак! Джой Ну что, я думаю, ты выбираешь персонажа Я выберу персонажа Давай глотоносца Давай Глотоносец это фан У меня на нем семнадцатая Семнадцатая, отлично И у меня что-то смешно Лотоносец это весело Лотоносец это клик-клик-клик-клик-клик-клик-клик Миллион силы Золотоносцы всегда эпичные победы получаются Чат созерцающий, а не фан? Созерцающий Созерцающая четвертое возвышение у меня Я бы тоже с удовольствием хотел, чтобы у меня на ней было нулевое возвышение Так поставь и поиграй В чем проблема? Я бы хотел, чтобы я все двадцать за ней не проходил никогда Стереть и спамить Ну это, что сделано уже все Она самый сильный персонаж в игре Она самая сильная Так, сид, наверное, будет 4-4-4-4-4 Как себе предложение? Мне эта цифра 4 нравится Она красивая Ничего такая, особенно когда их много Да В Лиге Легенд есть персонаж, который тоже очень любит четверку Когда-нибудь посмотрим на него Джин Джин? Да Не знаю такого Я, кстати, в Лиге играл Я даже играл вот эти вот То, что там открывается после десятого уровня Как-то там оно Там, где нужно выбирать роль себе Слушай, намного удобнее, чем когда все рандомами Да, конечно Роль выбираешь Поэтому я там саппортами еще играл Несколькими Если хочешь, можем сегодня сыграть пару игр Слушай, как ты скажешь Я за любую вечеринку Ну давай пока Slay the Spire погоняем еще Давай пока Slay the Spire Так, ты готов? 1, 2, 3 туда-сюда Слезы и те же Да, да, да Давай 3, 2, 1 Начинаем, да? Да И с этого момента я ухожу в мьют Окей Давай так, Сзиан Ты уходишь в мьют Я в мьют не ухожу Ты Мьют Ну Меня и себя А если ты захочешь, ты запрыгивай Да, конечно Я скажу Барлак, я такое нашел Вот так и буду делать Да, да, да То есть, если хочешь Запрыгивай в любой момент А я буду с чатиком разговаривать Ну все Успехов Хорошо Успехов Такс Ну что Постараемся в этот раз Более ответственно сыграть Я считаю, что в прошлый ран Я мог выиграть Но сыграл плохо Редкая реликвия За 18 ОЗ Я думаю, что это наш выбор Потому что лотоносец Неплохо регенерирует здоровье Плюс надо вначале Побольше файтов взять А не вопросов Маршруты, конечно Такие себе Какие-то Ну хотя Вот неплохой Окей Сперва мы берем Редкую реликвию И это Штурвал В начале Третьего хода Ахаха Ну и дерьмо Вы играете на очки? Да Я, наверное, вот так пойду Если что, можно будет Через магаз Схалтурить Шесть! Что происходит? Привет Как дела? Привет, замечательно Мне задонатили Прошлым донатом Десять тысяч Теперь ты задонатил Тысячу Конечно У меня все замечательно Спасибо, гад Шваки Вы сошли с ума Я сейчас Я сошла с ума Я сошла с ума Мне нужна Мне нужна Мне нужна Так Двойной удар Наверное мы не берем Спасибо, гад Тебе большое Я думаю, что карты говно Хотя поражение В первом В первом Понимаете? Блин, нет Ну это же Рандом Йола Слишком много условий Это взять И затроллить Забег Если бы я играл сам Без челленджа Я бы, наверное, взял Поху, бери Да вы шутите? Спасибо, гад Звучало смешно Хоть там и Т И вообще Ник Да-да-да Давай бери Да нет В смысле бери Чат Не тролльте Я не смогу Ой, придурки Если проиграю То на вашей совести Я думаю Это не мой чат Это, наверное, чат Варлока Сидят, короче, такие Давай-давай Бери Ставку на поинты Ты забыл запустить Ну, запустите еще одну Ставку на поинты Да хотя Более тут уже очевидно То, что я проиграл С поражением Давайте в этот раз Без поинтов Но если еще пойду То можно Можно было бы взять Карту, которая сжигает Карты О Ой, или выкинуть Поражение Да нет Уже поздновато Я уже взял арсенал Если отдать Синюю карту То мне восстановит ХП Я тогда Изи костер потрачу Давай Эта пелена Не такая же крутая Костер потрачу На перековку Ну, элита Наверное, все-таки Страшно Зачем ковать арсенал На данный момент Я взял арсенал Только с одной целью Чтобы уградить Конкретную карту Блин, жесть она так будет долго проходить Приходить Мне нужна прокрутка Мне много всего нужно Штука, которая Раздваивает карты Вот эта вот херня На высоких возвышениях Такое просто не работает Нормально На эти деньги Можно, правда Что-то более крутое Чем Доширак взять Сука Билд на поражение Спасибо большое Гад Спасибо тебе огромное Еще за тысячу рублей Может быть Не качать дальше поражение Оставить как есть Поздравляю с юбилеем Уже ровно год И не обновляю Чтобы донатеров Ладно, я качну арсенал Потому что, наверное Прокаченный арсенал Дал бы больше профита Надо как-то на еще одну элиту выйти О, клубника Ну что это такое Ну что это такое Зубастика, наверное, быстрее надо убивать Три защиты Какого тяну? Окей, я впитываю Чтобы гарантированно Его убить сейчас Где моя гарантия? Боже, какое нахрен Поражение О, парное оружие Нужен глазмек, я думаю Резня Так, фанаты варлока Выйдите на стрим варлока Вы пытаетесь Сделать все, чтобы я проиграл Давать мне глусные советы Я вас раскусил Так, призрачный лад Найс, кстати Я думаю Мне пока одного парного оружия Наверное, хватит Непрокаченного Или качнуть все-таки Или призрачный лад Качнуть Кто босс? Слизень Тогда, наверное, все-таки Я не знаю Ладно, качнем Ладно, качнем Субтитры сделал DimaTorzok СРМ, штаны, чад, твитч, нафиг такие дешевые дошики, получше возьми Надо было парным оружием дюпануть талант Фак, господи, почему я так тороплюсь, нахрен И почему мне донатят на миллионы, нахрен Плачущий три хедер Спасибо большое Мне всегда нравится, когда кто-то закидывает в какую-то крупную сумму Они начинают соревноваться, кто больше закинет А основной профит-то получаю в итоге я И я как бы счастлив Спасибо большое Close Репа это неплохо Боевой транс да 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 за регенция на костре или нет или качнуть поражение мне кажется слишком и так много риска поэтому нужно дальше рисковать типа этот за век уже мертвым не уже стыдно говорить варлоку то что я проиграл на снасть кстати неплохо отлично выпало мне очень нравится качественно я бы сказал я у меня штурвал активируется на его атаку не сказать что стало прям намного лучше она просто не докручивается я не могу убить сейчас его там тоже нет чаши вы посоветовали какое упражнение это невозможно выиграть это луз я не могу его атаковать скоро календарь будет календарь будет мвп я уверен все я выиграл смотрите так гад но раз не дольше кто на киевсе хотя бы у меня нет такие все в городе к сожалению но я могу купить курицу и пожарить ее в принципе сам так что спасибо большое за 500 рублей год спасибо тебе огромное зачем качать поражение если наносит 27 урона это 21 по всем зачем объясните зачем какой жнец саша заткрой свой рот или я тебя сейчас забаню он пишет только негативные советы я вам отвечаю только негативные советы он меня ненавидит гад спасибо тебе за 500 рублей газ спасибо тебе за все твои предыдущие донаты гад ты очень крут где энергия астралия я хочу плакать я хочу плакать что-то нахрен нападала что это за карты таких 9999 о 999999 секунд убери убери это убери убери это слишком жестоко он никогда в жизни больше в чат не напишет так thinking что за маршруты я думаю вот так вот идем чтобы если что на костер свернуть я надеюсь варлок уже умер шутка юмора была тишь да конечно да конечно у меня шипы есть это три атаки будет ну кстати неплохо так заставал больше не буду мешать и давать только милые позитивные советы о слышенному походу тактика работает хотелось бы ваншапнуть птичку наверное но я думаю то что мы подождем пока очень сильно не хватает энергии поэтому этот билд не сработает пук чамп у меня какие-то пролаги пошли после спаер как будто мне кто-то этот удосит что значит эфирная карта она сгорает если ее не разыграть почему почему такие просадки непонятные какие-то таран стопроцентный таран чтобы поднимать единственную карту которая что-то может у смотрите поражение таран можно было пеленуешь и сыграть чтобы ударить разочек мне самую малость не так все же понимают что профит твой нет ковцы отстой каев да сходи в бургеркинг лучше еда для царей согласен мне бургеркинг тоже больше нравится когда в питер перееду тогда обязательно пойду в бургеркинг и наверное деньги которые на тот момент потрачу они будут теми самыми которые ты мне сейчас задонатил спасибо большое плачущий три хэдер и где-то твой ник уже видел где-то я уже видел этот ник плать плачущий три хэдер или мне комментарии на ютубе недавно чем-то под чем-то подобном оставляли быка говно не говорит как бургеркинг это лучше фастфуд который есть кто-то говорит что них городе бургеркинг ужасные но не знаю мне бургеркинг очень нравится может быть я ходил в удачный бургеркинги типа этот стейкхаус что не возьми всегда вкусно беконайзер согласен вот беконайзер говно какое-то но говорят что в некоторых быка он хорош пока для студентов быка дорогой не думаю что не ходит туда студенты стейкхаус просто лучший бургер я бы сказал то что в принципе просто для меня бургеркинг это только один бургер стейкхаус так я думаю мы оставляем зелье который у нас есть тут ничего наверно не берем ну пускай ну кстати неплохо я за мисплейл вот этот сцены блин реально у вас тоже какой-то слазис парти органы или нет чат скажите пожалуйста да 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 может перезайти после этого файта не работает с лейзер эликс микролаг да микролаг какое-то такое неприятно чё поднять такое поражение поднятие ногой прыжке и выпадает поражение стоит 3 не повезло добить по уши нам или получить по щам я думаю добить по уши обезоружить еще одна кто вас там обезоружить не сыграет особо но я все равно возьму и перезайду в игру да я чуть не отменил кстати интересно почему слазы реликс не работает играть вы из мод почему тебе так мало зрителей должно быть куда больше это отлично онлайн это шикарно онлайн тем более для слазы спайра а и и и и и и и и и по-моему все равно остались микролаги какие-то майнер 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 мне по идее надо удалять очень много карт из колоды правильно то есть неплохо бы туда в итоге выйти берем G madame г элита хилився после лета файт ролик весуще один осили к см overwhelm можно сохранить востреба частичка г виртуальный нож ну наверно можно взять неудачно не в этот рюкзак который добирает кучу карт сейчас карта на у я не придет смотрите по пришла сантоса сантоса сего музыканта давить пересматриваю хэка и там по 1к зрителей было это потому что ты тогда на ю тубе стримил да ну на ю тубе больше онлайн это не значит что он более хороший и все но вот аймин на ю тубе послали спайр бывало тоже 1000 зрителей об эмо хочется тебе сказать к чему это было к чему я это сказал о мой бог штурвал кстати неплохо что ты скажешь на эти дебафы сучка так там ритуальный ножик будет принципе она нога прыжки уже ничего не доберет окей папик мы пока не торопимся надо стопудов застакать а даже так хорошо слабость на всех сжигается нет я думаю не надо хорошо на еще одну элиту я ссыкую блин чутка не хватает не надо запускать гусей не надо и вот это вот дерьмо делать пожалуйста я могу поднять сейчас ритуальный ножик и добить птицу на следующий ход так провязываем латы наверно даже пелену провязываем хоть и замешиваем всякое говно забаньте макс он дурак идея это должно быть выгодным потому что чел в основном смуть атаки много вламывает ну да здесь по ушам я думаю можно билд без разгона просто на сильных атаках и взять гема кинез это какой-то глаз канон билд пока мне не нравится так и а вот и 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 отлично позновато яйцо толчок корпусом можем железную волю взять не с дефом проблемы ладно и надеюсь до магазина доживу я даже не буду пытаться здесь стакать кинжал слишком опасно fight кем есть на kill может быть можно было и загрязить но хп очень мало страшно а 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 на паушин жалко не хватает хотелось бы качнуть поражение сейчас но я думаю блин я бы еще это и знать надо снимать ему артефакты снимать артефакты а потом накинуть на него обезоружить еще два раза тоже неплохо звучит котик котик я больше не буду гусей я ж не знал что и здесь настолько не любят буду просто читать чат с always до смысле не знал я сказал то что не стоит а ты все равно кинул мелких казнить это прислужники за них не дают так спасибо маг за донат конечно но это все это не ко мне это к модераторам я свои полномочия все я считаю что такие лагуся после того как я уже сказал и мне кажется задержка к этому моменту прошла сми кажется то что ты специально кинул гуся может быть я не прав и по логам можно чекнуть но разбираться я в этом не хочу кей анарной просто зелем потом добью на стриме задержка понятное дело точно стриме задержка но задержка очень маленькая должна быть а а а м одну скинем задержку в развитии учел вот этого кстати не учел блине бархал какой-нибудь такой билд очень сильно не хватает развития развития очень сильно не хватает не хватает этого энергии пахнет все очень невкусно если честно сейчас котик котик сайс бля у меня деньги закончились на и снасть на снасть на снасть на снасть на снасть двойной спуск однозначно корона походу спасибо год за 50 рублей и за все твои предыдущие донаты чел ты сегодня в задонатил я не знаю чью-то зарплату наверно спасибо тебе огромное за все твои денежки как раз его четверки выглядят почти везде гарант элита если гарант элиты нет то столько файтов то что умрешь на них не было бы кто босс тайм-лорд на тайм-лорд наверно не так плохо мне надо удалить еще удар возможно геймакинез стоит уже удалить зря я его на этом брал изначально когда ситуация была такая стрёмная непонятная надо еще на сердце наверно да хотя мне бы просто забег приятного аппетита и да а и а и и и и и и карта сейчас поднимется которую я захочу использовать без мне дадут энергия могу язык сыграть двойной апперкот котик котик наверно лучше просто для меня интернет не очень а сам я натуры увлекающиеся пока услышал пока осознал уже прожал буса я умею мирно жить в чате у варлока спроси ладно хорошо хорошо я верю тебе я верю тебе модераторы если кто-то есть разбанить пожалуйста макса я думаю то что он говорит абсолютную правду смотрите медведь утка ну звали динами бывает чем на развитие птич ты же потратил деньги сказал как это все правильно разыграть он же стакнется только если последним убить спасибо плачущий три хэдер который сказал то что у него уже нет денег но спасибо за деньги ты выиграл варлок умер ой ой алё алло варлок 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 умер умер в игре или как чат надо зайти к нему на стрим у него стрим упал у него что-то а у него комп наверно он писал то что него с ссдшником что-то сейчас подождем пока вернется пока поиграем жертва кинжал от корни энергии еще кинжал нет о там энергия же могла бы беда что-то я забыл у меня не хватает чуть-чуть а нет нормально все кстати дека такая необычная довольно выше вышла я таким никогда не играл просто шарахнуть его два раза резней нет смысла ему наверное без оружия кастовать он слишком сильно себе силу разгоняет притерег срана шарага ссаны мероприятия которые никому нах не сдались из-за этого я поздал на два часа как дуэль с варлоком первый раз варлок выиграл сейчас похоже я выиграл но я не знаю варлока нет хороший релик можно дать за него 170 и 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 о и и и это действительно мисс плечик случился в реальной жизни не ловочка наверно надо было по-другому это сыграть без уязвимости ладно варлака походу кто-то лям накопил стрим положил спасибо большое плачет река джейсми сегодня столько надо найти косячок надо было играть апперкот я уже все я уже вообще не сосредоточен на забеге абсолютно абсолютно это мне будет стоить жизни я уверен сильный паушин но что поделать даже мультитрансляция перестал работать ну вылетел у него с компом у него с компом скорее всего он говорил чем прикол этого моба у него 1000 хп и каждый удар по нему уменьшает его атаку в этом ходу классный магазин прокнул он проиграл на доспехах и потом вырубился стрим совпадение не думаю печально 2 3 4 4 карты добирают принципе без разницы когда юзать стучить получается чат за кирилл тиджой заставив брать поражение с по ходу реально похоже на то алис здорово не останется две энергии что не очень хорошо или нет погоди вторая же будет халявная ни хера себе блин чуть бы иначе подкрутилась вот сейчас бы поражение было на прошлый ход было бы получше но и чаки очень хороши боевой транс еще один тоже по идее на из так это сундук который нужно давать на сердце правильно варлок скрылся с подписка в руках он уже я думаю не должен то подписку мне гифтить выше наверно не обговаривали на два раза таких я могу поехать в америку и купить себе пивка 21 все же реверси спасибо большое за переподписку рад тебя видеть очень рад спасибо друг так тут очень классная рука давайте подумаем юзу жертвенный огонь скорее всего обычный это убивает этого чела дает мне одну энергию у меня становятся три энергии довольно и спуск поражение на девочку наверно как-то так плюс я могу атаку про юзать дабы сперва атаку про юзать чтобы этого чела добить и получить еще одну энергию ухты вихрь ну-ка останется 2 не 6 делал вы живой спокойным ошибки бывают всех жесть я просто как ультимативная пипега играю после того как мне сказали что варлок все так что чат это абсолютно точно вы виноваты подушка чтобы у меня нету возможности захилиться почему я здесь ковал про поражение кто-нибудь мне объяснит кто-нибудь это неплохой ход так и оставим как не вовремя приходит если честно нам было двойной сыграть при один же притом к пришел можно сказать что вчера произошло со стримом что вчера со стримом произошло со стримом что-то происходило вчера дата 4 нажал а реально было такое ну я нажал альтер четыре почему-то раны и ритуальный нож приходят вместе нахрен там принципе так или иначе был бы конец стрима вот у меня что-то с инетом случилось залагала нахрен ой чувак я не могу сейчас думать и говорить жалко винт на отхил не прокнул так бы так бы можно было двойной спыск надо было спитак тоже неплохо чем проблема собственно просто отхилился после босса на уровне сердцем лол лол действительно что-то я не подумал но я могу лично вспомнить и все такое но это уже бессмысленно 90 он микс наверно кок не он чик нелегальный профессиональный едет со всей скорости нет тебе покорности он не должен был я думаю то что он не должен был комп накрылся ты 2 босса прошел а зачем я кстати пишу и варлок у влс если он наверно сейчас прямо на стриме сидит так спокуха раз-два плохо все мне до 4 карты разыграть я не могу начать еще далеко я так понимаю что проигравший в паре теряет комп разыграть ли двойной апперкот наверное да а нет все нормально я туп я туп я туп все нормально все нормально я не посчитал дополнительную карту с двойного спуска какой ужасный ход а я его идеально перевел автор фаза да нет ты не хочешь может быть тогда попробуйте бить так двойные спуске есть и нету нету поражения да но ничего сейчас мы что-то придумаем а чем его два раза ударить час я могу проезжать арсенал мне бы двойной спуск на две атаки второй транс ничего не даст учитывая то что у меня еще ограниченное количество карты на этот ход и на следующий блин вот слишком тут у омега mind game тут надо 10 минут сидит над ходом думать мисплейка опа тысяч телефона или из компа уже у тебя все прям габелла полная фишка в том то что я могу двойной спуск про апгрейдить и он мне даст два карта дополнительных с телефона есть вариант полностью разыграть этот ход ой как все плохо стоп у меня а у меня может быть две поражения на следующий ход тут нужен калькулятор стоп а если если я сейчас подниму поражение отсюда наверх то скинется вот это поражение что ли мне кажется я его никак не убью сейчас не должна почему не должно а как таран заменяет карту выкладе карту из стопки сброса наверх стопки добора он оборона заменит или поражение скинет это о это пипец какой сейчас ход на 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 рандоме лото что здесь реально сидеть нужно и думать и думать и думать то есть у меня есть пелена в этом ходу у меня есть наверное инструменты чтобы перевести его во вторую фазу точнее завершить ему 12 карт тебе глаза нет точно у меня глаза нет у меня нет глаза у меня нет глаза действительно ниже проблем двойной таран на двойной спуск слишком много инфы так сто процентов арсенал первым идет да я из-за арсенал это шестая карта я из-за пелену это седьмая карта я из-за двойной спуск это восьмая карта я из-за и таран это плюс 2 карты это 10 карт я из-за еще одну атаку у меня бы 12 карт а нужен нужна ли мне в таком случае пелена раз нет 1 2 3 энергии да мне нужна пелена полюбас если я хочу его еще раз ударить а ударить мне наверное нужно нах тебе все кроме двойного тарана чтобы больше урона ему принести на этот ход он силу а ну а пнет и апнет это меня не убьет я могу конечно зелье выпить скорее всего либо я сейчас юзу и убиваю босса либо я ничего не делаю 1 2 3 поднимаем поражение кстати двойной спуск под а вот это но и зуды бы нашему в стопку сброса хорошо пойди отлетал мама родная вот это забег это забег жалко были на ключ я так завосянил почему я здесь прокачал поражение кто-нибудь мне объяснить зачем я там прокачал поражение зачем окей а мы говорили могу то вы нахрен просто затроллить сказали бери поражение мы хотим чтобы варлок выиграл вот так вот это выглядело а поражение сыграла это тупость какая-то были варлок со мне ожил варлок варлок о варлок вроде вроде подрубил не а он ретранслирует меня походу дал видимо ретранслирует меня честно говоря я просто ваще в шоке какой билд получился этим еще и возвышение опнул ну получается кстати да стоп погоди мне же и было 17 нет победа уровня возвышения 17 а это же сид господи тоже сид это же сид это же сид это же сид ничего я нахрен не апнул поэтому я чутка под расстроен но ничего воскрешаем стрим варлоком мое уважение чат подсказали эти джои победный мух и так выиграл ну это конечно довольно интересная херня получилось типа у меня реально не было никакого скейла фактически ритуальный ножик типа фигарит очень много резня фигарит очень много поражение очень много фигарит гима кинез много фигарит жертвенный огонь много фигарит двойный спуск прикольно я не думал что на таком типа возвышения можно вообще без кейла проходить на будущее тогда раз у него все возвышения ты просто генери и говори ему потом сид смысле сердце сдохли бы на 8 мне кажется сдохли смотря какой бы предмет выпал если бы если бы как часто бывает стримером подкручивают выпал бы этот прутик который уменьшает весь входящий урон на единичку с элиты как-то можно было бы и выиграть там на самом деле перед сердцем может очень сильно на рандомить и с магазином и и все такое типа ночная забег а потом горит свой сид рандомный а понял о чем ты ну в принципе да можно было бы так же но 4444 тоже прикольно вы теперь знаете такой сид и можете тоже сыграть с таким же билдом причем вы могли бы из таким же с таким же успехом с другим сидом сыграть но вдруг кто-то прямо сейчас параллельно с нами фигарил есть такие нет наверное нет самое странное что делал на алтонос это убивал сердце через шипы и билд на армор без юза атак принципе осталось 14 по концу боя да там прикольно что это карта которая огнем фигарит в ответ шум другое будет или только пвп с варлоком но вот я не знаю варлок сможет вернуться или нет сато порты не определяют ничего плюс фигарю но вот видите у вас как бы 11 надо разбить ничью ну вообще-то на ничьей разойтись это довольно уважительно и пойти в лигу легенд но кажется у нас беда в том то что мы в принципе не можем сейчас поиграть из круто мод на кооперативное прохождение стс а я знаю твич может чтобы решить чей чат умнее мой чат меня ненавидит поэтому поэтому тут как бы уже сразу техническая победа варлоком как скоро можно ждать стрим с разными играми типа как вчера не знаю даешь был 3 мы туда вечера будем фигарь я тебя люблю спасибо за ну да а это стример шиза ну да полча просто придем в чат варлоком и собираем его супердеку до шпионы а жесть уже пять вечера она в принципе мы начали в 3 до народу конечно до хрена но тут понятное дело что еще и чат варлока нас просто в снг с лазиспайр ну вообще не популярен но и и и и и и и кого узнаем чем чат более чей чат более жесткий фигарте за век с модом слазе стример на тут все можно разгуляться много где это кстати же не наша идея была насчет дуэли это кто-то на стриме предложил там чувак сказал типа давайте ну можно типа сыграть с кем-то pvp я не помню и с варлоком он предлагал или нет типа кто дальше дойдет для чутка подрядачил типа кто больше поинтов наберет это довольно интересная идея была что там вообще мод и себя представляет на коп в стс два персонажа фигарит просто забег у каждого своя энергия у каждого своя рука из того что я видел какой-то видос там гипер не сбалансирована там чуваки со стартовой декой просто full урон фигарят а у монстров при этом хп ну такой же там вроде как должен быть какой-то баланс и хп и атаки у монстров но я не знаю хоже материнке конец извини большое спасибо за кооп блин хреново ну то есть хреново не то что там мы с тобой еще не поиграем я считаю что мы неплохо чтобы поиграли